В Петербурге спасатели со вчерашнего дня тушат пожар в промзоне Парнас. Сейчас, как сообщают в МЧС, наблюдается тление отдельных очагов возгорания. Накануне пламя охватило 10 тысяч квадратных метров складов. Там хранилось машинное масло, автозапчасти и химические аэрозоли. Последнее напугало горожан больше всего. МЧС заверяет, что норма опасных веществ в воздухе не превышена. Артур Ламидзе передает с места происшествия. Восстановлению не подлежит такого дыма, чтобы видеть. Смотри, он там тоже горит. Сильнейший в этом году пожар наблюдали тысячи петербуржцев. Языки пламени, взвивающиеся на 20 метров и столб черного дыма, затянувшие небо над городом, были видны за много километров от очага возгорания. Склад автозапчастей и моторных масел огонь охватил в считанные минуты. Вышли, сказали, там пожар. Но нас за стеной не видно. И все. Дальше вы видите. К складскому помещению прилегает автосервис. Сотрудники пытались эвакуировать стоящие на ремонте автомобили. Но пламя распространялось с невероятной скоростью. Соответственно, достаточно серьезная и опасная горючая загрузка, что влечет за собой интенсивное распространение пожара по всей площади. Плюс замкнутое пространство и высокая температура. Помещение превратилось в огромное гарнило. В середине почти тысяча градусов. Стальные опоры оплавились, рухнула кровля. Пожару присвоили высший ранг опасности. Самый высокий номер, который есть у нас в Санкт-Петербургском гарнизоне. Максимальное увеличение количества сил и средств. В ходе тушения было задействовано 250 человек и 40 единиц техники. Подключили даже авиацию. Вертолет МЧС за 10 рейсов сбросил 60 тонн воды. Тушить пожар мешал и ветер. Мощные порывы раздували пламя. Огнеборцы сосредоточили свои силы на спасении соседних строений. Битва с огнем затянулась. Тут же в задымленном, отбитом от пламени здании развернулась полевая кухня. Многие за столом даже не успели смыть сажу с лица. Едят быстро и в тишине. Сразу после ужина снова в огонь. Пожар бушевал на протяжении почти 6 часов. Сбить открытое пламя удалось только глубокой ночью. Но, как мы можем видеть, внутри склад все еще горит. На месте тушения работает 8 пожарных лестниц и коленчатый пеноподъемник. Но, как говорят пожарные, тушение может затянуться на несколько суток. Внутри образовались сотни завалов. И каждый из них может стать новым очагом возгорания. Как только последние тлеющие угли будут залиты, внутрь войдут дознаватели. Специалисты судебно-экспертного учреждения и сотрудники испытательно-пожарной лаборатории. У них будет 10 дней на то, чтобы установить причины пожара, охватившего площадь в 10 тысяч квадратных метров. Артур Ламидзе, Алексей Качан, Денис Костюк, Александр Зимцов, Александр Макаренко, 5 канал.